68 глава Корузуты описывает в свою очередь уже смерть праведного, ну и в общем фиксируется, что праведный уверенно завершает свой путь безопасно, как тут написано, и он идет к себе на родину, то есть он и при жизни не считал это все родиной, где он живет, и после смерти уходит в свой истинный дом, то есть на небо. 68 глава Корузута очистил себя в крещении и бессмертии, то есть все, в том числе слушатели, принимали крещение, но это в целом не обязательно, как любой обряд, просто тут фиксируется в манихейском тексте, что обряд крещения существовал, он не является обязательным для спасения, для спасения является обязательным очищением души, но здесь он упоминается и он желателен. Платье Победы, позднее, кажется, здесь тоже будет это в Корузуте, о том, как ангелы одевают в специальную одежду, венок, корону на голову, когда он идет праведный на небо. Оставит тело на земле, призван бессмертными, то есть переходит из смерти в бессмертие, тело собрано из земли, из материи, которая гибнет, поэтому не нужно печалиться о том, что тело погибнет, главное сознание спасти, а тело, оно все равно во природе гибнет. Истинные отцы, которые на небесах, то есть материальное тело породили материальные родители, а душу породили ангелы, поэтому душа возвращается к истинным родителям, которые любят душу. А мир и богатство мира, они и были изначально врагом, все, что в мире, оно ненавидит все доброе, как тут фиксируется. Поэтому при жизни был постоянно человек посреди своих врагов, которыми являются, в принципе, все материальные вещи, а со смертью он, в общем-то, освобождается, поэтому праведному смерти бояться не нужно.